Ключи от новой патрульной техники руководителям лесничества региона вручил губернатор Михаил Дегтярёв. 17 автомобилей направятся преимущественно в отдалённые районы края. Приобретённая в рамках госпрограммы развития лесного хозяйства в Хабаровском крае автотехника позволит повысить эффективность работы лесной охраны по предупреждению и выявлению нарушения, а также снизить ущерб от незаконной рубки леса. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, «Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. Вопросы сохранения и рационального использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства. Сегодня мы принимаем 17 автомобилей повышенной проходимости для лесного и пожарного надзора. В прошлом году 32 автомобиля «Соболь» уже были закуплены для лесничеств, и они отлично показали себя в деле», – прокомментировал Михаил Дегтярёв. По данным Министерства лесного хозяйства и лесопереработки края, с начала 2022 года госинспекторы провели свыше 1370 контрольно-надзорных мероприятий. Было выявлено более 240 нарушений, в том числе 72 факта незаконных рубок, почти 2500 кубометров зелёных насаждений. Также организовано почти 400 патрульных выездов для выявления нарушений пожарной безопасности и предупреждения возгораний и распространения огня в лесу. Обновление и пополнение автопарка лесопатрульной техники обошлось региону в 37 миллионов рублей. Всего в этом году на реализацию государственной программы и средств федерального бюджета выделено почти 50 миллионов рублей. Оставшиеся деньги пойдут на создание оперативной мобильной группы и её оснащение. Продолжение следует...